Девушки отдыхают Но хотелось бы начать все-таки с первой темы, которая такая достаточно нашумевшая. Здравствуйте. С наступающим, во-вторых. Да, вас также и всех радио слушайте. Тема, которая нашумевшая, такая достаточно серьезная, уже комментарии по ней собирают со всех сторон. Это недавнее заявление в нашей студии Юрия Лаптева, председателя контрольно-счетной палаты Кировской области, о том, что дети-сироты не платят за жилищно-коммунальные услуги в тех квартирах, в которых они проживают. Ну, там конкретные цифры он приводит. 60% подростков не оплачивает счета, 30% не проживает в квартирах, которые им предоставлены. И он приводит очень серьезную историю. Вот я прямо процитирую по нашему сайту, хакирова.ру. Квартира муниципальная. Например, через 5 лет у подростка возникает право приобрести эту квартиру. Это некий гарантийный период, чтобы квартира сразу не ушла. У нас эти толки с прошлым проверяемым периодом увеличились в 6 раз. Сегодня общая задолженность по оплате коммунальных услуг составляет 33 миллиона рублей. 23 миллиона – просроченная задолженность. А 3 года назад такая задолженность оценивалась в 5 миллионов рублей. Что происходит? За 3 года докопили. Во-первых, это только часть доклада контрольно-счетной палаты в части оплаты ЖКХ. Большая очень часть посвящена вообще проблемам качества жилья и количества приобретаемого жилья для детей-сирот. С этого нужно начинать. В комментариях точно так же говорится о том, что в части этих квартир эти ребята просто проживать не могут. Условия неподходящие. Да, условия неподходящие. Собственно говоря, оплата-то выставляется. И должно оплачиваться то, коммунальные услуги за те условия, в которых жить невозможно, не соответствуют нормам. Поэтому вот в этой части я сейчас не защищаю всех, кто не оплачивает. И нужно учитывать, что там не все подростки уже там возрасту кого-то подходит до 23 годам. Но здесь все-таки до сих пор не была проведена полная оценка и разбивка по причинам, почему часть их не проживает в этом жиле. И почему накапливаются такие долги именно отдельно по категориям. Все-таки 30%, которые не проживают, это не те дети, которые уехали жить куда-то к друзьям, сдали свою квартиру и не платят за коммуналку. Значит, здесь ситуации может быть там несколько. Начнем с того, что просто условия проживания как бы они не соответствуют. Второе. Значит, за вот эти последние годы мы все видим, что у нас тарифы меняются, у нас появляются новые платежи. У нас меняется механизм оплаты, поэтому у части этих ребят, во-первых, возникают сложности с оплатой. Я, как такой же гражданин, могу сказать, что мы запутались уже в разделении этих платежек, что приходит от Т-плюс, что теперь воду выставляют одни, подогрев воды другие, отопление третье и так далее. Речь идет о том, что у нас большинство, ну вот эти ребята, они вот до этого периода, они находятся на полном гособеспечении, и у них просто не сформирована привычка и культура оплаты чего-либо и за что-либо. Значит, не сформирована культура ответственности за это, и это там не их вина, это их беда, это наша общая беда в том, что у нас на настоящий момент там институт наставничества, постинтерната, он только развивается. И подготовка к самостоятельной жизни, на мой взгляд, еще находится не на том уровне, на котором должна бы быть. В регионах существуют целые программы по-разному, у нас в Новятске очень хороший центр по наставничеству и постинтернату, но это все-таки не те пока объемы и не тот охват этих ребят. Вот существуют программы, при котором выпускники последний год, они въезжают в отдельно смоделированную квартиру и фактически сталкиваются с ситуацией, когда они должны сами оплачивать, сами расходы на свое жилье. У нас сейчас в основном это с продуктами питания, скажем так, срабатывает, когда детям выдается там на две недели определенная сумма. Как правило, вся эта сумма уходит в первый же день на чипсы, там, сладости и так далее. Потом деньги заканчиваются, и они вот первые жизни сталкиваются с такой ситуацией, что у них нет денег, и продуктов тоже нет. И в условиях детского дома или приемной семьи решение там простое, ты пошел в столовую, и тебе все это дали. Или пошел на кухню, в холодильник, все взял. Здесь у них такой разрыв шаблона, что этого не происходит. Вот, и мы понимаем, что есть ребята с особенностями развития, которые социализироваться достаточно сложно и долго, и будут еще долго. Поэтому и предусмотрена практика, что вот этот пятилетний срок моратории на сделки с недвижимостью, он может быть продлен. Вот, соответственно, во взрослой жизни выжить там сложно. То есть, поэтому, вот, часть задолженности происходит по этой причине. Вторая, вторая, там, ну, или там следующая, несколько пунктов, третья, четвертая и так далее, несколько пунктов. Ну, вот, мы столкнулись с последней ситуацией, Котельнический район, деревня Зайцево. Это то, что вы в Фейсбуке проводили у себя, например. Да, то, что самый последний пример. Мы дважды уже выезжали, в прошлую субботу повторно построен дом многоквартирный, фактически, там, ну, в деревне, да. В чистом поле, судя по фотографии. В деревне, да, будем говорить, но там единственный многоквартирный дом трехэтажный. Все остальное это обычные дома деревенские, да. Значит, коммуникация и вся система подведена, она работает на электричестве. То есть, и отопление, в том числе, вот, в квартирах стоят обычные нагреватели, работающие от обычной розетки от электричества. В подвале стоит точно такой же, это впервые мы увидели такое чудо, точно такой же нагреватель, чтобы в подвале была вода, температура плюсовая, чтобы ни канализация не замерзла, ни вода. Чтобы не примерзали трубы. Трубы. В подъезде стоит точно такой же электрический нагреватель. Вот теперь мы почитаем... Все это мотает, мотает, мотает киловатт, часы. Кугло суточно, значит, мотает, значит, и в результате, во-первых, значит, те ребята, которые проживают, их там из 15 пока трое, значит, уже четвертый месяц, они ни разу не получали квитанции, значит, на оплату. Мы выясняли там с опекой, с администрацией, где это. Значит, пока вот эти процедуры там были сдачи этого дома, ни одна управляющая компания, в Котельническом районе вообще нет ни одной управляющей компании, вообще, они говорят, у нас нет ни одной, поэтому на службу дом никто не возьмет. Но вот из-за вот этих нюансов ни одной квитанции, ни одного счета эти ребята до сих пор не получили. А потом получат сумму за несколько месяцев. То есть они, мы готовы оплачивать, но проблема в том, что мы даже сейчас не можем представить, сколько. Вот нам называлась сумма примерно, что за полтора месяца им будет выставлено там примерно 6-7 тысяч рублей. За полтора месяца, они 4 не получали квитанции. То есть вот в месяц там примерно, ну, это такая сумма, которая была там примерно как бы возможная, да. Значит, другие называют там нет, будет меньше, но пока ни одной конкретной платежки не было получено. При этом вот этот долг копится. И что они будут делать по истечении там 4-6-7-8 месяцев? То есть мы придем к ним, скажем, ах, вы такие, вы не платите. Вот конкретные ребята, которые живут там, они платить готовы. Более того, они требуют и не могут получить эти платежки. Еще одна ситуация, которая может возникнуть, она возникает в связи с тем, что, ну, я сейчас не говорю о долгах, которые там годами копятся, да. Это уже следующая категория. А вот ситуация, при которой квартира может, значит, у нас указан период получения, предоставления квартиры, это вот такой-то год. Ну, допустим, в 2019 году. Вот у нас две девчонки, которые заканчивают там, ну, колледж или вуз. Так вот, одна из них может получить это жилье в январе, а другая в декабре. Соответственно, у первой до июля, до фактического выпуска из учебного заведения будут копиться долги, потому что она учится до сих пор. Она еще не живет там. И она еще не работает, она не закончила учебное заведение. А квартира уже за ней. Уже за ней. И коммуналку она уже должна оплачивать. Да, она уже должна оплачивать эту коммуналку, потому что конкретно месяц, там, нигде не прописано, в каком месяце должно быть предоставлено это жилье. Вот еще один момент. Да, третье. Да, у нас есть ребята, мы разговаривали с ОПЕКой, которые пишут заявление о предоставлении этой квартиры в 18 лет намеренно. Значит, для того, чтобы уже пошел вот этот, начался этот срок пятилетнего моратория, то есть пока они учатся в УЗИ, там пройдет там 3-4 года. Они выходят, через год фактически можно будет эту квартиру продавать и что делать дальше. Но при этом они до сих пор не осознают, что они за это время должны все это оплачивать. И пока реальных инструментов никаких не было, там, что с этим делать, эти долги, собственно говоря, и накапливаются. Вот. И, ну, к сожалению, есть и вот такая доля о том, что что будет, ничего на улицу же не выселить. Не выселят. Доля издевенчества, несомненно, есть. Но, на мой взгляд, одна из самых серьезных проблем и причин, почему так складывается, это та ситуация, которая была у нас в предыдущие годы, когда изначально жилье предоставлялось по месту выявления этого ребенка. То есть это могло быть, мы уже приводили пример, там, в УЗИ мать проехала, была проездом, родила, тут же на третий день уехала, его оставила. Ребенок потом в доме ребенка в Котельниче, потом в детском доме в Туже, потом учится в Кирове, в УЗ заканчивает. Жилье предоставляется где? В Туже. Мы должны прерваться здесь на полминуты и продолжим с Владимиром Шабардиным. Мы говорим об обеспеченности детей-сирот с жильем и проблемах, которые сопровождают этот процесс. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии нашей Владимир Шабардин, уполномоченной по правам ребенка в Кировской области, говорим об обеспеченности детей-сирот с жильем и тех проблемах, которые у ребят-выпускников детских домов возникают в связи с тем, что предоставляются им квартиры, с которыми они пока не всегда понимают, как нужно обращаться, нужно ли оплачивать коммуналку и прочее. Остановились на той категории детей, которых в свое время выявили не в Кировской области, жилье в Кировской области, но жилье было предоставлено по месту выявления. В другом районе. Я говорился минуту назад, не в Туже, а в Лузе, где выявили. Выявили в Лузе на севере. На севере и жилье предоставлено там. А ребенок в Кирове? Он никогда не был там и, может быть, не будет. Соответственно, ребенок социализировался уже здесь, в Кирове, в Киров-Чепецке или где-то еще. Но жилье предоставлено там. Значит, он физически там делать нечего. Где-то это жилье предоставлено в районе, в какой-то там деревне, да, фактически. Значит, в которой нет ни жилья, ни работы, ни детского сада, ни школы, чтобы детям ходить. То есть, транспорт общественный практически не ходит или ходит там раз в день. Соответственно, там эти ребята более социализированы в совсем другом месте. Но мы понимаем, что они туда не поедут никогда. Они туда не поедут, поэтому, значит, потом был этот порядок изменен. И была возможность выбора с 2012 года, значит, выбора районов, но за исключением пяти крупных городов. Это Киров, Киров-Чепецк, значит, Котельнич, Слободской и Вязкий Полян. Хотя мы изначально были против этого. Надо сказать, что они все равно поедут в Киров. Мы с этой ситуацией сталкиваемся, что они все равно находятся в Кирове. Жилье, допустим, они написали согласие на получение в Юрианском районе. Там, опять же, не оказалось работы. Или они здесь закончили учебное заведение, уже нашли работу и работают. Соответственно, часть из них живет на съемной квартире, а они ее оплачивают. И им просто не по карману. Оплачивают две. Фактически две коммуналки здесь и в той квартире, в том жилье, которое им предоставлено. А продать они это жилье не могут в течение пяти лет. Продать они не могут пока в течение пяти лет, да. И вот с этой ситуацией сталкиваемся. Поэтому здесь нужно проведать очень серьезный анализ. Какая доля этих ребят, должников, почему они не проживают, почему копятся. Но мы сталкиваемся с этой ситуацией. Я думаю, что вот эта категория, она у нас будет постепенно уходить. Потому что были внесены изменения у нас практически уже год как. Достаточно свежие о том, что и в областном центре, и во всех этих пяти городах теперь тоже может быть предоставлено жилье этим ребятам, если они здесь... Закрепились каким-то образом. Закрепились, то есть учатся в учебном заведении и за это время закрепились. То есть даже при том, что они не были выявлены, например, в Киреев самом. Да, это вызовет определенные сложности. Сложности также будут вызваны новые тем, что у нас 1 января 2019 года вступают изменения в порядок предоставления жилья. У нас теперь многоквартирных сиротских домов больше не будет. Значит, доля квартир для вот этой категории ребят в одном отдельно взятом многоквартирном доме не может превышать 25%. То есть вот теперь вот такие большие анклавы из одного детского дома, из одного места компактного проживания, такое как школа-интерната или детский дом, мы их плавно переводим в другое место компактного проживания. У нас сейчас целые дома там есть в Кабинтерне, в Новоавятске построены. Вот последний дом тут в декабре сдан в Урванцево в Кирове. Все, теперь вот таких больших не будет. На наш взгляд это плюс, большой плюс. Во-первых, качество жилья, на наш взгляд, должно улучшиться. Потому что остальные квартиры застройщик реализует на открытом рынке. Конечно, там приходит человек, который платит своим рублем, заработанным, а не бюджетными деньгами, соответственно, качество должно контролироваться гораздо лучше. Во-вторых, все-таки это социализация. То есть дети начинают жить в социуме, с окружением, с соседями. Позитивные примеры какие-то видят перед глазами, да? Да, да. И это большой плюс. Поэтому здесь мы видим, что изменения должны быть. И еще один момент существенный, о котором как-то пока не говорится, но у нас ведь с 1 января 2019 года вступают изменения в жилищный кодекс. Это уже на федеральном уровне происходит? Да, на федеральном уровне, в соответствии с которым, дословно, договор найма специализированного жилого помещения для детей, сирот, детей, оставшихся без припечения родителей, лиц из числа детей, сирот, детей, оставшихся без припечения родителей, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателя, проживающего совместно с ним в членами семьи, обязательства по договору найма специализированного жилого помещения в случаях... Ну, в общем, давайте переводить, да. Да, значит, ну, то есть фактически вот то, что сейчас происходит на 5 лет от договора социального найма, то есть не платишь, сейчас ничего там не будет, по мнению там очень многих ребят. Значит, вот пункт первый, вот изменение, возгласит невнесение нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствие соглашения по обогашению образовавшейся задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. То есть не платишь в течение года, не проявляешь интереса к квитанцам, никуда не сходил, не объяснил, почему ты не платишь, все? Да. Что будет с такими делами? Значит, их, конечно, на улицу не выселят, но, опять же, зачитывая там пункт пятый, они подлежат выселению, цитирую, с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта, то есть здесь же другого благоустроенного жилого помещения, по договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. Эта норма сейчас составляет 6 квадратных метров. То есть если сейчас предоставляются жилые помещения, по 19, а 26, отдельные квартиры, где-то студия, где-то полноценная однокомнатная квартира, то вот там ситуация будет 6, норма 6 квадратных метров и условия общежития. Где эти общежития будут? У нас муниципальных общежитий там практически не осталось. Приватизировано уже все. Да, то есть будет ли какой-то фонд строиться, но при этом мы разговаривали с очень многими ребятами и с руководителями детских домов. Значит, в случае первой же подобной ситуации у нас очень хорошо работает сарафанное радио. Значит, это будет очень стимулировать, да, очень серьезным сигналом для всех о том, что сейчас вот просто так не удастся там совсем не платить, не удастся. Хотя, повторюсь, у нас ситуации очень разные у нас есть. Очень хорошие ребята, но которые просто физически в районе при зарплате 8,5-9 тысяч рублей оплачивать коммунальные услуги ежемесячно 5-6-7 тысяч рублей, это достаточно, наверное, сложно. Но это невозможно, мне кажется, вообще, потому что не останется денег больше ни на что. Да. Только на коммунауку. Владимир Шабардин в нашей студии, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Есть еще несколько тем, о которых мы договаривались сегодня поговорить, подвести итог. Мне кажется, пока еще до подведения итогов, очень важная, тоже такая серьезная ситуация. Это ситуация, которая возникла в Кирсе по отравлению детей. Это удивительно, как эта история не вышла на федеральный уровень. Буквально вот сегодня утром слушала коллег московских. У них родители, вот в Подмосковье случилась такая ситуация, и родители буквально забросали все СМИ своими предупреждениями. Они очень обеспокоены, и даже какие-то панические настроения возникают по поводу того, что от них скрывают эпидемию дизентерии. Понимаете? И это озвучивается на федеральном уровне. У нас несколько таких случаев было в этом году. Один из них в Кирсе. И мы предварительно с вами в переговорах, Владимир, решили ее все-таки, эту историю прояснить. И что произошло? Ну, сейчас окончательные выводы у нас еще делает Роспотребнадзор. Поэтому, ну, в настоящий... Хочу сказать, что это начальная школа непосредственно поселка Кирс. Там два здания, начальная школа и основная. Эта ситуация произошла в начальной школе. Значит, все ученики начальной школы были из школы там высажены, пищеблок закрыт. Значит, через какое-то время после проведения соответствующих мероприятий на пищеблоке ребята продолжили обучение. Там два-три урока было, но с неработающим пищеблоком. То есть сейчас ситуация нормализировалась. Поэтому окончательные выводы, они еще будут сделаны. Но что нас в этой ситуации именно по этой школе тревожит? Мы специально подняли документы. Вот они есть на студии. Это письмо мое на имя главы Верхнекамского района годичной давности. Мы были 10-11 октября именно в этой школе. Но у нас был мониторинг по району. Но первым пунктом в итоговых материалах, которые были направлены для дальнейших действий, это были материалы именно по этой школе. И нарушения, которые были там выявлены. Я цитирую там. Питание школьников осуществляется в школьной столовой, при этом выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. И вот дальше, вы можете видеть, на четырех первых страницах перечисления именно по этой начальной школе, именно этого поселка Кирс. То есть мы еще год назад говорили о том, что у них есть проблемы. Уже, я не буду все зачитывать, да, но пробегусь там. Все, вот просроченные продукты питания есть. Дальше выявлено хранение рыбной продукции, куриной филе, повторная заморозка без маркировки. Значит, хранение продуктов с истекшим сроком годности, с не теми условиях хранения ненадлежащего и так далее, так далее, так далее. В общем, тут куча факторов, которые способствуют пищевому отравлению детей. Раковина, значит, горячей воды в начальной, чтобы руки детям мыть там в принципе не было. Там даже в медицинском кабинете одноразовые шприцы неутилизированные, и иголки там найдены. Ну и заканчивается все это тем, что там ни одной справки о наличии, отсутствии судимости нет и даже не запрашивалось у работников пищеблока и так далее, так далее, так далее. То есть вот еще раз повторюсь, и просрочка, и нарушение условий хранения продуктов в этой школе нам были еще год назад. Сейчас это школа государственная, мы отдельно с министром разговаривали, нам обещали, что будут соответствующие меры. Но вот в данной ситуации это обычный, на наш взгляд, человеческий фактор. То есть как год мы выявляли там нарушение санитарно-эпидемиологических требований, так это, собственно говоря, через год то же самое и случилось. Если бы у нас каждый сотрудник в данной ситуации пищеблока надлежащим образом относился к своим должностным обязанностям, то такие бы ситуации не были. А мы на протяжении последних лет говорили, то есть каждый раз, когда мы приезжаем в район и выявляем вот такие факты, мы выявляем их ежемесячно, и мы по итогам доклада ежегодно все это даем. Значит, у нас ежемесячно выявляется просрочка и в школах, и в детских садах, и в лагерях летом. Где-то больше, где-то меньше, где-то факты есть. У нас там школа на 600 детей и просроченное молоком на все это количество детей. Мы говорим, ну как так-то, как можно? Вы же дома не позволяете, или там яйца куриные при температуре плюс 32 на улице хранятся. Ну что может произойти? И тем не менее у нас вот эти вещи продолжаются. Случаи повторяются и повторяются. Случаи повторяются и повторяются. И мы говорили в протяжении последних нескольких лет, ну что мы хотим? У нас то Пермский край звенит на всю страну, то Сырловская область, там 50 детей, 30, 60 и так далее. Здесь у нас как-то информация, Светлана, наверное, заметила, как-то очень аккуратно миновала эту федеральную повестку. По перевеску, Лентус-Водку. А могли бы? А могли бы, и учитывая то, что по большому счету у нас вот практически там за один месяц, ну там за полтора, два случая в двух районах. То есть Кирс и Фаленки, да? Кирс и Фаленки. Вот здесь делаем перерыв на полторы минуты. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в нашей студии. Продолжаем обсуждать вот два проблемных случая, которые были за последний месяц, да, в нашей области по отравлению детей. Это Кирс и Фаленки. Причины там, следствия и прочее. Я так понимаю, что результат по проверке вот начальной школы в Кирсе Роспотребнадзор будет уже в следующем году. Осталось тут буквально пару дней. Осталось немножко, да. Но давайте дождемся, потому что там все-таки окончательно или вот особенно там по первой ситуации либо инфекционная, там ротовирусная или что-то еще. Или инфекции. Либо все-таки в этой части. Нет, то, что там нарушения уже найдены однозначно на пищеблоке, но связано ли это именно вот напрямую с этой ситуацией сейчас выясняется. Поэтому вот мы дождемся все-таки вердикта проверяющих органов. Но тот факт уже, что там не впервые нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, требования санитарно-эпидемиологического законодательства, он имеет место быть. А я правильно понимаю, что чаще вот эти вещи, они все-таки в районах области происходят и не в Кирове, потому что в Кирове вроде как все под присмотром, и я вот давненько не помню таких случаев прямо в городе, чтобы было массовое что-то. Ну, здесь как бы давайте будем надеяться, что этого не произойдет. Ну, конечно, я надеюсь, что этого не случится. Так, коллеги, у нас остается 10 минут времени до завершения эфира. И очень важно осветить, что происходило на координационном совете в Москве, где Владимир Шабардин принимал участие. И мы следили по Фейсбуку за вашими отчетами, видели, что вы провели переговоры с очень серьезными людьми, заместителями министров. И я знаю, что есть договоренности об очень серьезных проектах совместных. Давайте по ним пройдемся. Да, значит, ну вот начнем с этого. Я действительно, как бы, было несколько переговоров. Во-первых, это были переговоры с первым заместителем комитета Совета Федерации по названию, по науке Лилия Салаватана Гумерова. Ну, мы с ней знакомы, поскольку это первая полномочная поправа ребенка в республике Башкортостан. У нас очень хорошее личное рабочее отношение. Значит, и она там всецело поддержала вот то, о чем я сейчас буду говорить. И на следующий день мы направили материалы и, опять же, лично переговорили с заместителем министра подсвещения Российской Федерации Татьяны Юрьевны Синюгиной по тому проекту, который мы три года уже фактически там вынашивали с нашим Орловским училищем. Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Ну, для трудных подростков. Город Орлов, да. Это одно на настоящий момент из ведущих там учреждений и лучших учреждений в стране вот этого типа. Значит, тот факт, что на протяжении последних лет сейчас проводятся конкурсы профессионального мастерства именно всероссийского уровня именно на базе нашего училища, говорит об этом. У нас в министерстве есть большой опыт по реабилитации, социализации детей с девиантным поведением. У нас и председатель общественной палаты, секретарь общественной палаты поддерживал последние годы до уезда в Адмурте Александр Бричалов-Орлов. И то, что очень много программ в этом училище именно по социализации детей, там и хоккеем занимаются, и возят на лед, и в другие города, вплоть до Москвы, то, чего многие другие училища просто не делают. Закрытое и закрытое, да. Здесь именно стремятся к тому, чтобы по истечении этого периода, у кого-то это там до трех лет доходит, там ребенок вышел совсем другим. И вот этот опыт у нас был замечен. И в частности, речь о том шла, что очень сильный коллектив, у нас есть психологи, у нас есть социальные педагоги, которые обладают очень серьезным потенциалом. Этот потенциал мы могли бы использовать на благо нашей области, но силами федерального учреждения. То есть Орловское спецучилище — это федеральное учреждение, не областное, соответственно, федеральный бюджет, федеральное финансирование. Поэтому сейчас речь идет о том, что на базе Орловского спецучилища мы поддерживаем инициативу по реализации нового проекта по выявлению и профилактике девиантного поведения у детей, проживающих на территории региона и находящихся в трудной жизненной ситуации. Как это будет выглядеть? Это пилотный проект. Пилотный проект. Что это будет? Это пилотный проект федерального уровня. Значит, на базе нашего училища создается как бы центр для работы с детьми. Вот мы говорили много и с Лизой Алерт по работе с бегунками. И дети, которым там некуда идти, там 16-17 лет из семьи бежали. И возможности есть там и транспорт свой, и круглосуточная психологическая служба. Этих ребят будут забирать туда в Орлов? Или с ними как-то будут удаленно работать? Я бы не хотел сейчас забегать по структуре проекта. Но хочу сказать, что уже вариант прорабатывается по организации отдельного доступа. То есть не изнутри училища, а перестройка для того, чтобы в одной из зданий был доступ снаружи. Но по большому счету это очень сильный и методический, и практический центр для работы по всей области. Методически он может работать в связке с Институтом развития образования Кировской области, именно по психологам. Практически это доступ к психологам детей хотя бы в ближайших районах в экстренных ситуациях или в каких-то текущих. Это работа с бегунками тех, кого по 5-6 раз в году разыскивают, в том числе поисковики. Там выяснение причин и работа с ними. Они заявляют училище о возможности организации создания условий для проживания ребят подобных до полугода. Учитывая то, что это будет пилот, определенные моменты вообще будут впервые. Поэтому мы сейчас прописываем этот проект до конца, но до марта месяца он должен быть уже каким-то образом оформлен. Документы должны быть подготовлены, сформированы, и этот пилот до марта должен быть запущен. Поэтому не будем забегать вперед, но по крайней мере сейчас уже можно говорить о том, что Министерство просвещения и Совет Федерации в части заместителя представителя комитета поддерживает наше предложение о создании пилотного проекта всероссийского именно на базе нашего Орловского специального училища закрытого типа. Возможно, мы будем не единственные, возможно, будет пилотных проектов два, ну максимум три. В России. В России, да. Ну, там речь шла, возможно, Астрахань, что-то еще, может быть, или там два. Мы не говорим о том, что мы прямо там единственные, но мы в приоритетах стоим именно на первом месте. И это очень серьезно, это очень существенно, это нас радует, что у нас появится очень серьезный ресурсный центр, повторюсь, который не заберет ни копейки из обладающихся. Но основа бюджета, наоборот, ресурсы федеральные мы будем использовать на благо детей нашего региона. И я так понимаю, что там совсем очень мало времени осталось. На три минутки у нас остается. Ну, тогда вкратце, там, я как председатель Координационного совета полномочных по правам ребенка в субъектах привозка федерального округа, значит, выступал с предложениями именно от округа. Значит, у нас вот за эти три дня была возможность задать вопросы министрам, у нас была и Васильева, и Топилин. И там вопросы очень разные, ну, озвучу там несколько моментов, начиная от вопроса взаимодействия. Вот мы начинали сегодняшний разговор по наставничеству, мы запускаем в начале года очень большой и серьезный проект совместно с юной армией по наставничеству, с нашим региональным. Вчера мы встречались с молодежкой ВНФ, значит, мы создаем советы отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области. Слушайте, об этом надо подробно говорить, мне кажется. Поэтому я очень быстро, но мы начинаем создавать, и мы смотрели на примеры там, где это создано. Это вот то, что у нас на самое начало года запланировано, да, и задачи, и там, где это работает. И по проблемам, которые озвучили в очередной раз, мы госпожа Васильевой задали вопрос, когда же будет определен порядок обучения детей в СИЗО, значит, о котором мы четвертый год уже задаем вопросы ей и заместителям министра, между УФСИН и Министерством образования, те ребята, которые находятся в СИЗО, что они должны получать на этот период, а это несколько месяцев, все-таки образование соответствующих уровню, а не порядок самообразования. Нам опять сказали, что да-да-да, в ближайшее время, но вот эту фразу в ближайшее время мы слышали уже 4 года. У нас была встреча с представителями УФСИН, на второй день уже, когда он сказал, что проект соглашения ими направлен в Минобор полтора года назад. До сих пор находится, да, то есть мы в очередной раз. Мы направили предложение по обеспечению детей с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами. И очень серьезный вопрос по, скажем, ну, вкратце так, по передаче этого вопроса с регионального уровня на федеральный. Чтобы это не зависело от возможностей областного бюджета, да, чтобы, ну, там, есть деньги, нет, хватает, не хватает. Развитие систем участия детей в принятии решений, затрагивших интересы, это вот детские общественные советы. Это мы сделаем отдельно тоже, да. Там очень важные вопросы буллинга, травли вы рассматривали. Да, в следующем году у нас будет два больших мероприятия. Во-первых, вчера вечером нас пригласили, наш детский общественный совет, в Москву весной. Это очень здорово, нам приятно. Значит, и летом в рамках кинофестиваля в Ярославле для детей впервые будут приглашены дети из всех детских общественных советов со всей страны. Поэтому мы ребят своих туда тоже будем направлять. Далее от нашего округа был направлен вопрос по разработке федеральной программы по совершенствованию системы отдыха, выздоровления детей, фактически строительство новых и реконструкция действующих лагерей. Слушайте, мы тут наанонсировали тем, вот на следующий просто год очень много. По аналогии со школами, детскими садами и так далее. По лагерям обязательно надо делать. У нас была рабочая встреча с помощниками руководителя Следственного комитета, там страшные цифры звучали. Поэтому это очень сложно озвучить в рамках нескольких минут. Поэтому будем разбирать последовательно каждую тему, как мы это делаем в течение года. Спасибо большое, Владимир. Поэтому, видимо, до встречи уже в новом году. Хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Хотел бы, чтобы в наших с вами семьях все было хорошо, спокойно. Поэтому спасибо вам огромное за то, что приглашаете, даете возможность поделиться вот этими вопросами, с которыми мы работаем. Благодарим Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Ответно поздравляем с Новым годом. Ответно желаем здоровья и сил. Я должна сказать нашим слушателям, что мы работаем и 28 числа, и 31 в понедельник у нас будут программы. Так что не отключайтесь и не переключайтесь с нашей волны. Мы тоже работаем до 31 с вами. Спасибо. 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 Продолжение следует...